А перед просмотром этого видео хочу посоветовать вам канал Родиона. Прошу заметить, что подписался я на этот канал намного раньше. И там действительно интересные и годные видосы по самокату. Поэтому ссылка в описании, переходите и подписывайтесь. Не трясись только, а! Такого натряс в обзоре Флавар, там как будто землетрясение. Так, всем привет, это заоценил самокат подписчика, третий выпуск. 21 дубль, 25 кадр, 23 сцена. Сегодня парковый самокат задёшево. Короче, чтобы его нести, нужно наклониться. Поэтому я вот так возьму. Самокатером двери не открывают. Я перебросить хотел так, чтобы эпично. В общем, начнём по деталям. Там вообще запись нет. В общем, начнём по деталям. Начнём, как обычно, с доски. Доска здесь от Этика, Z-дизайн. Вот, кстати, Ваня, там, он, типа, этот самокат собрал. В общем, это парковая машина для маленького самоката. Это для человека. Маленький самокат для маленького человека, который может послужить, например, хорошим парковым самокатом для меня. В общем, доска Этики Реван, ценой в 6500, небольшими габаритами, которые нифига не универсальны. А если у вас большая нога, то это тупо парк, скуд. Я даже не знаю, что можно добавить. Просто дешёвая, нормальная доска. И Z-дизайн. Идём дальше и переходим к рулю. Это Urban Art Patron. Если вы выбираете всячески, пытаетесь сэкономить, выбираете дешёвый руль. И ещё и в парк, либо же в стритах у вас маленький рост. То вот патрон за 3800 как раз-таки подходит. А грипсы, дистрикт, если честно, то они позже, после катания, начинают резать руки. Но эти пока ещё не режут. Ну, одного человека резали мне руки, было очень больно. Короче, 3800, грипсы 700 рублей. Ну, грипсы – это вопрос времени их поменять, как бы вообще не составит никаких проблем. На ОДИ. Сюда 100% нужны софты. Переходим к зажиму. Зажимы тут, по-моему, тачтим. Да. И его цена максимум 400 рублей. Неважно, новый, не новый. Короче, говно. Но вот Ваня покупает у меня мой прото дабл клэмп. Который немножко тяжёленький. Немножко тяжёленький, и уже почти не дабл. И уже не дабл. Так сложились обстоятельства. Вилка Urban Earth Split. Здесь она не играет роль говновилки. Здесь она просто держит переднее колесо, кстати, Eagle. Заднее тоже. Оба колеса по 1800. Ну и, соответственно, на ней держится руль. То есть, она суперфункции по прочности не выполняет. Просто держит, и хрен с ней. Её цена около 5000, и она свою цену не оправдывает. Может быть, сейчас её уже понизили в цене, но... Но, по-моему, она того не стоит. Особенно после появления таких вилок, как Aztek. Очень вообще сложно оправдать Urban Earth с их непонятными вилками. Наждак Helogrip. Этот ещё цепляет. Но, если посмотреть на мой, то можно понять, что всё. Хелка, любимый наждак. Две недели. Две недели ему. Две недели неактивного катания, в общем. Самокат прикольный, и его цена составила 22 тысячи. 300 рубасов. Но если с зажимом Proto, то там получится немножко подороже, потому что зажим Proto 4 косаря стоит. Чё? Чего? Рулевая. Да, ещё рулевая, не сказал. Да, ты забудь сказать рулевая. А, и рулевая полторы тысячи. Но посчитали мы с рулевой, потому что считали мы заранее. А ещё крышечка Fox Pro. Но самое важное, это то, как сохранилась доска за две недели. Как бы, ну, паркеры, они такие паркеры. Тоски мажут, но не гриндят. Такие дела. На этом всё. Подписка, лайк. Комментарий. Собирайте такой самокат, задёшево. Вообще не ставьте зажимы Proto в такие самокаты. Пока. Стой, не выключай, не выключай. Крышечка закрой. Что ты там мне не говоришь? Что ты там мне не говоришь? У тебя в доске трещина. Спасибо.